Британская культура Сегодня же пообщаемся с музыкальными гостями мероприятия фолк-дуэтом Days Are Done. Эми Кей и Адам Льюис исполняют собственные композиции, не гоняясь за современными трендами и прокладывая собственный музыкальный путь. Музыкальная индустрия всегда сложна, вне зависимости от жанра композиции. Мы стараемся идти по собственному пути, не гоняясь за временными трендами, и, надеюсь, людям это нравится. Да, думаю, что в каком-то смысле это самый легкий способ создания музыки. Нас всего лишь двое и гитара. Ты можешь играть что хочешь, менять образы, мы даже можем путешествовать по миру, имея под рукой только гитару. Так что это с уверенностью можно назвать нашим преимуществом. Мы делаем то, что хотим, поэтому все выглядит и звучит органично. Вместе дуэт выступают уже два с половиной года, однако их музыкальная карьера началась задолго до этого. Эми и Адам признаются, что у каждого из них абсолютно разный творческий багаж. Заметим, работает это им явно на руку. Мы знали друг друга еще до создания группы, когда были участниками разных музыкальных проектов. Раньше я играл в основном электронную музыку, но когда мы организовали дуэт, то решили придерживаться максимально простого звучания. Нам вполне легко удалось этого достичь. Мы познакомились, когда Адам был участником хип-хоп-группы. Я пришла на их концерт, у нас завязалось общение. На тот момент он не уделял большого внимания пению. Но когда мы начали писать музыку вместе, то поняли, что наши голоса замечательно сочетаются. Как только мы это заметили, сразу стал понятен и дальнейший ход развития нашего совместного творчества. За пока еще короткий срок существования Days Are Done стремительно движутся вперед, а их композиции все чаще звучат на британских радиостанциях. Мы недавно выпустили наш первый мини-альбом, за которым последовал и второй. Сейчас мы работаем над новой музыкой. Это похоже на снежный ком. Мы случайно сформировали группу. Затем, в течение 10 месяцев, у нас начали появляться первые серьезные выступления. А теперь мы здесь. Помимо этого, музыканты готовят к выпуску и свой дебютный альбом. Они делятся, что записали уже около сотни песен. И самое трудное, это выбрать из них 15, которые в итоге попадут на пластинку. Запись, кстати, также происходит достаточно аутентично. У Адама дома. Мы называем это студией, но на самом деле это одна из комнат в моем доме. Там мы записываем абсолютно все наши песни. Мы записываем наши голоса одновременно, поэтому одному из нас приходится нажимать на кнопку записи и, оббежав диван, успеть к микрофону до начала песни. Так что это наполовину музыкальный, наполовину спортивный процесс. Помимо простых слушателей творчества, Дэйз Ордан полюбилась и матерым критикам. Многие называют их музыку самодельной, в наилучшем смысле этого слова. Мне очень льстит этот комплимент в мире множества групп, которые утверждают, что пишут собственную музыку, записывают ее. Но когда ты смотришь на список тех, кто был задействован в этом процессе, то понимаешь, что всего лишь у одной из их песен может быть 8 или 10 авторов. В нашем же случае, все, что вы слышите и видите, сделано нашими руками. У нас есть друг, выступающий в роли оператора. Отснятое видео мы сами монтируем, сводим звук. Это позволяет узнать много нового о музыкальной индустрии. И в целом, что очень важно. Музыкальная индустрия сегодня столь непостоянна. Все меняется каждый день. Никто не хочет тратить деньги. Финансовые возможности многих достаточно ограничены, поэтому мы не берем много денег за свои выступления. Создавая собственную музыку, Эми и Адам воодушевляются творчеством своих знаменитых. Причем, как было упомянуто ранее, музыкальные предпочтения у них абсолютно разные. Мне нравятся все жанры музыки на самом деле. Я часто слушаю Иглз из более концептуальной музыки Дэвид Рамирес и Джон Молленд. Также из Нэшвилля Гретчен Питерс, который нравится нам обоим. Если вы до сих пор их не слышали, обязательно уделите этому время. Вам понравится. Мы обоих большие фанаты. Так что, да, никто не знает, кто-то будет проверить. Гретчен Питерс – это наша середина, в которой наши интересы пересекаются. А больше я слушаю группу «Бэнкс», «Саландж», больше поп-музыки, люблю «Лил Митс», «Адель». Между нашими музыкальными предпочтениями существует огромная разница, что в каком-то смысле даже помогает нам работать вместе. Ближе с творчеством музыкантов можно познакомиться на их официальном сайте daysardan.com. Дуэт был приглашен посольством Великобритании на празднование Дней британской культуры. День британской культуры.